Ну а что такое сокращение рынка, известно. Отечественного производителя приходится поддерживать и, вводя программу, правительство страны надеется, что она изменит негативный настрой рынка. Пока более-менее точно известно, что новая программа утилизации включает возможность поменять автомобиль по системе Trade-In. Также известно, что регионы должны получить бюджетные средства на реализацию программы напрямую, а вот автопроизводители пока воздерживаются от конкретики. Компании насторожились, в первую очередь ввиду отсутствия подробностей введения программы. Ну а простой народ насторожился еще и потому, что свежи в памяти многочисленные факты мошенничества, которыми сразу же обросла прежняя программа утилизации. Вот сведения 2010 года о самых первых комбинациях жулья. В Красноярске некий предприниматель объявил о приеме поддержанных машин, причем дело происходило даже не в автосалоне, а на банальной автостоянке. Денег, конечно, не выдал, а машинки разом исчезли. Или еще один проект более тонкий. Клиенту говорят, что его авто, попавшее в программу, надо доукомплектовать или устранить в нем неисправности, причем сразу все и на месте. Владелец соглашается и мгновенно, что называется, попадает на деньги. Известен случай, когда пенсионер, пожелавший сдать старенький москвич, по требованию ловкачей заказал ремонт двигателя. И ему потом выкатили за эту сумму, сравнимую с номиналом сертификата. Но, наверное, самый масштабный случай мошенничества на фоне госпрограммы утилизации поддержанных автомобилей произошел у нас в Рязани-матушке и получил весьма широкий общественный резонанс и известность под названием «Дело автосалона Евразия». Один из дилерских центров в Рязани требовал с клиентов, сдающих автохлам, внесения полной предоплаты за будущую покупку. Однако при этом договор заключался на подставную фирму, которая в результате просто растворилась вместе с деньгами. Так лишились своих честно заработанных 200 автомобилистов. Некоторые вот уже который год пытаются через суд вернуть свои кровные. Так что очевидная слабость программы утилизации состоит в том, что люди почти не защищены от мошенников, которые словно комарьё налетают на любой денежный проект. А народ размышляет примерно так. Ну раз уж программа государственная, то здесь, по крайней мере, не обманут и ошибаются. Сегодня мы обзвонили нескольких рязанцев, попавшихся на крючок мошенников. Те, кому не удалось вернуть денежки, говорить с нами отказались, а граждане, отстоявшие свои средства спустя 4 года мытарств, предупреждают коллеги-автолюбители, будьте осторожны, ведь обманут и глазом не моргнут. Вот фрагмент телефонного разговора с Валерием, одним из обманутых вкладчиков по делу Евразии, который несколько лет выбивал через суд вложенные деньги. Для того, чтобы решиться на этот путь, на этот шаг, надо определённо выяснить, с кем вы будете именно эти дела, какие, допустим, у вас посмотреть на это всё дело. Я как в основном, надо очень убедиться в том, что действительно вы не попадёте в руки мошенников так легко и очень просто. И ещё о прошлой программе утилизации. Правоохранители выяснили, что сданные на утилизацию машины уничтожались далеко не все. Так, лишь в одном из кругов Москвы. Тогда ещё милиция обнаружила 50 легковушек, которые по документам давно должны были покинуть бренный автомир, а фактически использовались в качестве нелегальных такси.